Ветеран войны Хилькевич Всеволод Амбросиевич родился в 1921 году на Петриковщине, в деревне Копцевичи. С первых же дней войны попал на Северный фронт, на рубежи обороны Ленинграда. Балтийское море подарило нашему земляку славу защитника Отечества. Война отняла родителей и брата. Отец Амбросия погиб в 42-м под Воронежем, а брата, с которым воевали, служили вместе, удалось сберечь до победы. Когда началась война, его забрали в армию и отправили вместе со своим братом на Балтийское море. Там и начались его самые неожиданные и самые смертельные, даже смертельно опасные подвиги. Он прошел через дорогу жизни. Это было замерзшее озеро Ладога, там, где он довозил машины в деревне для поступления одежды, еды, оружия, чтобы обеспечить людей, чтобы они не умерли от голода, холода. Был капитаном третьего ранга. И со своим братом они сбили фашистский самолет. Вот, все это происходило так. Дед взял пулемет и поставил его на спину своему брату. Так как сошки были, сошки сами по себе очень острые, то остались очень глубокие шрамы на спине. Когда было одно сражение, ему попали осколок пули, у него попал ему в голову. Операцию не стали делать, потому что врачи сказали, что если они начнут его вытаскивать, то не могут заденуть мозг и тем убить человека просто. И поэтому мой дед отказался от этой операции, и он остался на... Ему этот осколок только вот каждый день напоминает о той страшной битве. Наградили орденом Красной Звезды, и он получил медаль за оборону Ленинграда. Я представляла и не один раз себя в то ужасное время. И когда грохотали бомбы, летали фашистские самолеты, и я, конечно же, чувствовала страх, но в то же время и не хотела сдаваться, потому что надо защищать свою родину и любить ее, и никогда не сдаваться. И шла бы до последнего, конечно же. Дед мой в 93 года довольно активен. И он, конечно, не очень любит рассказывать истории на публику. Он может это рассказать только самым родным людям. Дед говорил, что даже во время войны он никогда не унывал. Он говорил, что надо быть всегда сильной, независимой, и всегда добиваться своего, не бросать все на полпути. Дедушка отличается многим от нынешних людей, потому что некоторые люди слабы, не то что мой дедушка. Дедушка мой силен и духом, и здоровьем, и сам по себе. Он всегда позитивен. А в нынешнее время, в 21 веке, не в каждом человеке этого можешь увидеть. Дедушка мой силен и духом, и здоровьем, и здоровьем, и здоровьем. Дедушка мой силен и духом, и здоровьем, и здоровьем.